В этот день, 19 февраля 1594 года, царь Фёдор Иоаннович подал приказ о строительстве на реке Аби города Сургута. 19 февраля 1793 года вышел указ императрицы Екатерины II, обрывавшей отношения с революционной Францией. 19 февраля 1905 года началось Мукденское сражение, решающая битва русско-японской войны. Российские войска потерпели поражение. В этот день, 19 февраля, родились Юрий Олеша, известный советский писатель, автор романа-сказки «Три толстяка», Алексей Денисов-Уральский, русский, уральский художник и камнерез. На людей всегда производили впечатление и импозантная внешность Алексея Кузьмича с необузданной шевелюрой и то, что он делал, творил. Картины с лесными пожарами, любимый сюжет, его пейзажи. Много ли людей когда-то увлекались подобно? А ювелирные изделия? Из его мастерской выходили и тонкие изящные вещицы, и яркие карикатурные фигурки. Чтобы так тонко чувствовать камень, нужно было родиться в горном крае. А еще лучше в семье резчиков. На Урале, в Викторинбурге, камнем часто занимались целые династии мастеров. Совсем как в сказах Бажова. Частью этого мира была семья Денисовых. Ее глава Кузьма даже участвовал в Зенской всемирной выставке с картинами из уральских минеральных пород. К тому же делу с измольства обучался его сын Алексей. И все в этом было очень органично. Любовь к родной стороне, к суровой уральской природе и камне. Отсюда и взят уже в солидном возрасте псевдоним «Уральский». Это было сделано по примеру друга писателя Мамины Северяка. Чем больше мы изучаем страну, в которой живем, чем больше мы к ней привязываемся, тем дороже она для нас становится. Но помимо нравственной привязанности, изучение ее приносит великую материальную пользу. Нельзя жить в доме, не следовав его во всех потребностях и не устроив его, сообразуясь со своими нуждами. Когда у нас имеется свой собственный, хорошо устроенный угол, не чувствуется надобности засматриваться на чужой дом. Нет желания перекочевывать с места на место. Так думал Алексей Денисов-Уральский. Но любя Россию, добившись здесь признания, Алексей Кузьмич все же заканчивал земную жизнь на чужбине и в забвении. Денисов-Уральский был поставщиком парижской ювелирной фирмы «Кортье» и серьезным конкурентом знаменитого Фаберже, во многом даже превосходя его мастерство. Скажем, животные, птицы и наборная скульптура выходили у уральца так реалистично, что это поражало много повидавших экспертов, да и простых зрителей торгов и выставок. Причем, что интересно, авторство некоторых изделий, его конкурента Фаберже на самом деле тоже принадлежат Денисову-Уральскому. Фаберже приобретал работу до поры малоизвестного мастера, вносил некоторые изменения, например, вырезанные из камня птички, вставлял бриллиантовые глазки и прикреплял золотые лапки со своим клеймом, а потом укладывал ее в специально изготовленный фирменный футляр с шелком. Денисов же ввел в предваре моду на уральские аквамарины. Обладая тонким вкусом, он видел, что камни нежного небесного оттенка полностью подходили моде и идеалам красоты того времени. Светские красавицы носили длинные белые платья простого фасона, и их сочетание с более яркими камнями порой было грубо, аквамарины же только подчеркивали нежность образов. В выставке камнереза посещала императорская чета и великие князья, а это было в те времена лучшей рекламой и своеобразным знаком качества изделий. Денисов не стал официальным поставщиком императорского двора только по одной причине. Первая мировая война отменила все заказы, а грянувшая вслед за тем революция и вовсе опустила перед мастером шлагбаум. В 1917 год застал его на отдыхе в Финляндии. Убежденный монархист, быстро прозванный буржуйским прихвостем, который всю жизнь имел дело с предметами роскоши, кому он теперь был нужен. Он так и остался в Финляндии. Посарев и ослабев, понимая, что жить ему осталось недолго, Денисов Уральский решил связаться с родным городом. Весной 1924 года он передал в дар Екатеринбургу 400 картин, коллекцию уральских минералов и изделий из камня. Советская власть приняла подарок сдержанно. Многое из коллекции было утрачено. А вскоре Денисов Уральский умер, и его похоронили в православном крыле кладбища Рестимяки, которое было уничтожено во Вторую мировую войну. По счастью, некоторые работы мастера дошли до нас. Искусные, элегантные и остроумные, сделанные почти из вечного уральского камня.